Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Сливки Общества. С каждому из нас знаком советский актер Анатолий Попанов, сыгравший в культовых картинах «Берегись автомобиля» и «Бриллиантовая рука». Но поговорим мы не о нем самом, а о его единственной дочери, которая пошла по отцовским стопам, выбрав актерство, где старалась добиться высот. Очень долго в жизни Елены Попановой не было не то, что бенефитов от родства с именитыми артистами, но и внимания любимых родителей. «Дело в том, что папа пришел жить в семью мамы», – рассказывала Елена в одном из интервью. «Они жили в огромной коммуналке на 10 семей, где у них была довольно большая комната. Когда родилась я, эту комнату поделили на две части, сделали перегородку из картонных коробок, обклеили их обоями. А когда мне исполнилось три года, родителям дали комнату в общежитии Театра Сатиры. Бабушка предложила им на какое-то время оставить меня у нее. Из-за частых съемок мамы и папы, девочка так и росла у бабушки, которая заменила ей мать. Анатолий и Надежда хотели, чтобы дочь поменьше болталась у них в театре, вовремя ела и гуляла на свежем воздухе, вместо того, чтобы дожидаться окончания спектакля или репетиции родителей, сидя в пыльных кулисах. Лена хорошо училась, занималась фигурным катанием и посещала театральный кружок, в целом имела счастливое детство. Не любила Папанова младшие редкие приезды родителей, когда ее сажали на кухне и спрашивали про успеваемость в школе. Вместо этого ей хотелось маминой любви и папиного понимания. Хотя в том, что родители-актеры, работавшие в знаменитом московском театре, имелись и свои плюсы. Возвращаясь с гастролей, они, естественно, привозили мне игрушки, красивые вещи, которых в Советском Союзе было не достать. Раньше бабушка перешивала мне что-то из маминых нарядов. Помню, как после поездки во Францию у меня появилась вообще невероятная вещь – колготки, эластичные, красного цвета. Мы о таком новшестве и понятия не имели. Тогда девочки ходили в простых коричневых чулках в рубчик. Бабушка, правда, сразу убрала это заграничное чудо в шкаф и сказала «надевать будешь по праздникам». Лишь когда девочке исполнилось 15 лет, семья воссоединилась и Елена стала жить вместе с родителями. Первый же конфликт произошел, когда пришло время Папановой младшей выбирать будущую профессию. Родители хотели, чтобы дочь поступала в Институт иностранных языков. Но Елена заявила, что хочет быть актрисой. Звездные родители не поддержали ее выбор, объясняя тем, что она не обладает соответствующей внешностью для успешной карьеры. Не надо. Для женщины это вообще очень тяжелая профессия. Еще была бы у тебя внешность подходящая. Играла бы героинь. А ты у нас не красавица. То, что я не красавица, мама внушала мне с детства. Она вообще любила правду сказать. И если сначала я горько переживала по этому поводу, то потом как-то свыклась с этой мыслью. Ну что же теперь поделаешь? Но вопреки наставлениям родителей, Елена подала документы в Мухат и не прошла. Но провал ее лишь подзадорил. Папанова младшая не сдалась. Попросила помощи у родителей, и те наняли ей троих репетиторов. Потратив весь следующий год на подготовку, девушка успешно сдала экзамены в ГИТИС. Елена Папанова в институте была первой модницей. Отец из всех своих зарубежных поездок привозил ей наряды, которых в Советском Союзе не было. И радовался даже больше, чем дочь, когда смотрел, как светятся ее глаза от предвкушения своей неземной красоты в модном батнике или стильных сапожках. Красавицей она себя вовсе не считала, но при этом Елена была довольно миловидной, а главное – доброй и приветливой. Она никогда не относилась к окружающим с пренебрежением и не кичилась своим положением дочери звездного актера. Спутника жизни Елена встретила в стенах института. Это был ее тогдашний сокурсник Юрий Титов. Сблизила студентов совместная постановка, «Как вам это понравится», где они воплотили возлюбленных. Роман на сцене стал романом в реальности, а после защиты дипломов – браком. Интересно и то, что первая свадьба молодых людей не состоялась из-за ссоры. Невеста настолько разозлилась, что проигнорировала поход в ЗАГС в запланированный день, а жених ждал до вечера. После примирения пара все-таки поженилась, создав крепкую семью. На первых этапах Анатолий Попанов и Надежда Каратаева не поддерживали выбор дочери, которую они считали незрелой для замужества, но в итоге гнев сменился на милость и всевозможную поддержку с их стороны. Например, именно артисты подарили молодоженам их первое семейное гнездышко. По признанию актрисы, характер у ее мужа далеко не идеальный, он часто ворчит и постоянно чем-то недоволен. Однажды Елена не выдержала и предложила супругу развестись, чтобы не мучить друг друга. Юрий Титов согласился, оформили все бумаги, но потом муж актрисы одумался и предложил начать все сначала. Елена Попанова согласилась, но официально свой второй брак супруги регистрировать уже не стали. А сейчас, по словам актрисы, их семья существует скорее формально. Титов после рождения дочерей оставил актерскую профессию и устроился в райком комсомола, а сейчас работает референтом в правительстве РФ. Театр Ермоловой стал для Елены первым актерским домом в 1976 году. В том же году Попанова дебютировала и в кино. На ее счету немало театральных ролей, а вот успех как киноактрисы она получила уже в зрелом возрасте. После нескольких киноработ актриса надолго исчезла с экранов, так как посвятила себя воспитанию дочерей Маше и Наде. Вместо съемок дочь знаменитого актера растила дочек, вместо театральной сцены читала им сказки, а потом обнаружила, что о ней все забыли. Кино изменилось, да и ей уже не каждый образ играть можно было. Сейчас я жалею, надо было больше рожать. В театральной дочке по моим стопам не пошли. Старшая, Маша, окончила филологический факультет Института стран Азии и Африки, она специалист по корейскому языку. Но устроиться на работу с корейским не получилось, и Маша стала работать в пресс-центре выставочного комплекса, а младшая окончила экономический, работала в банке. Обе дочери Попановой вышли замуж, у каждой сейчас своя семья, подрастают дети. Поворотным моментом в ее кинокарьере стал скандальный сериал школы режиссера Валерии Гай Германики. Елене Попановой отлично далась роль учительницы, тем более в жизни уже имелся подобный опыт, актриса преподавала в школе искусств. После школы на Елену буквально обрушились кинороли, ее фильмотека изрядно пополнилась популярными фильмами и сериалами, и настоящее признание к ней пришло после 55 лет. А вот в театральной карьере несколько лет назад у Попановой случились кардинальные изменения, скорее неприятные, чем наоборот. Ей предложили работать в родном театре уборщицей, уволив с должности актрисы. В театре имени Ермоловой пару лет назад происходило масштабное сокращение. Помимо дочери Анатолия Попанова, были уволены более 20 актрис. Елена утверждает, что Олег Меньшиков, художественный руководитель театра, не провел с ней личной встречи и никак не объяснил причину увольнения. Дополнительной издевкой стало предложение актрисам и Елене Попановой в частности остаться в театре на должности уборщиц. О денежной компенсации, которую, наверное, нам должны выплачивать, тоже ничего не слышно, делилась тогда в интервью Елена. В фильмографии актрисы сегодня около 70 работ. Роль в школе Гай Германики пока так и остается единственной главной. Попанова продолжает активно сниматься. Ставь лайк, если понравилось это видео. И не забудь подписаться, впереди много интересного. Елена ведет активно социальную жизнь, общается с журналистами и охотно делится деталями своей личной жизни, в отличие от другой дочери знаменитого актера Георгия Витцина. Бездетная женщина живет за творницей и не желает ни с кем посторонним общаться. Знаменитому отцу памятник на кладбище она ставить отказывается. Почему так сложилось, какие были взаимоотношения у отца и дочери, любопытные факты из жизни Георгия Витцина, смотрите в видео. Ссылку я прикрепляю ниже.